Оболочка One UI на базе 9-го андроида. Не смог обойти мимо этого обновления, потому что, на мой взгляд, это большой шаг Samsung в сторону пользователей. За последние несколько лет я пользуюсь линейкой Galaxy, начиная с S5, S6, S7, S8 и вот сейчас 9-ая галактика S9+. Попользовался прошивкой 3-4 дня и отметил для себя какие-то плюсы, незначительные минусы. Хотел бы поделиться и, в принципе, выразить мнение по поводу того, что делает Samsung в отношении своих оболочек, в отношении обновления своих телефонов. В одном из предыдущих роликов про 9-ую галактику я рассказывал о том, что смартфон из коробки поддерживает такую технологию, как Project Rebel. Эта технология позволяет обновлять смартфоны на новую версию андроида быстрее. Разработчики должны теоретически каким-то образом адаптироваться под новые версии, адаптировать свои оболочки, свое программное обеспечение и выпускать обновления для смартфонов быстрее. Но хотелось, конечно, еще быстрее, потому что Samsung должны были, конечно, 9-ый Android, наверное, и раньше выкатить. Но почему-то не сильно помог этот Project Rebel Samsung и обновления мы получили только в январе. Я имею в виду российскую версию смартфона на процессоре Exynos. Но, тем не менее, обновление пришло раньше, например, на S8, обновление пришло, насколько я помню, в феврале, то есть на месяц позже. Расскажу про нюансы, плюсы и минусы этой оболочки, как постоянный пользователь Galaxy. Возможно, какие-то вещи я не озвучу, какие-то вещи, может быть, я недорасскажу и не замечу, потому что у каждого все-таки свой сценарий использования смартфона. И даже пользуясь смартфоном какое-то продолжительное время, там год, несколько лет, можно не замечать какие-то простые функции, которые важны одному человеку, но не важны другому. Первое, с чего начну, они полностью переработали экран блокировки, в принципе, графику, значки. И выглядит это немножечко поприятнее. Каким-то образом сгладили углы уведомлений. Немножечко поменяли часы. Это мелочи, но довольно приятные. По сути, Samsung переработали дизайн всего. Это стоковые приложения, edge-панель, будильник, галерея, калькулятор, настройки. Выглядит это довольно дружелюбно, приятно. И я бы даже сказал, более ванильно, ближе к каким-то концепции iOS. Но не буду я сейчас ее затрагивать. Тем не менее, вот общая концепция, опять же, обновления One UI к основе с эргономики. Они сместили все органы управления вниз. То есть, вот открывая, допустим, будильник, сами вот эти будильники, которые вы выставляете, они переместились ниже. И сверху часть экрана, она не задействована. Например, раньше это выглядело вот так вот. Вот таким вот образом будильник сверху вниз на весь экран растягивался. И опять же, основные закладки, будильник, секундомер, таймер, они переместились вниз. Например, в старой версии они были вверху. Это, в принципе, очень удобно. У меня эта проблема не вызывала, потому что у меня большая рука, и мне пользоваться удобно. Например, девушкам, супруге моей, ей гораздо удобнее будет пользоваться именно вот этими закладками, которые снизу. Да и многим людям, я думаю, тоже. То же самое можно заметить на дайвере звонилки. Открываем ее и видим, что закладки, последние контакты, набор переместились вниз. Это, в принципе, действительно очень удобно. Я это оценил буквально там с первого дня использования, чтобы не тянуться вверх. Последние контакты, все довольно-таки разумно было размещено внизу, не надо никуда тянуться. Помимо того, что поменяли визуализацию и эргономику, также поработали с настройками. Как-то дружелюбнее немножечко их сделали. Ну, сейчас все копать не буду показывать, тем не менее, поверьте на слово. То же самое касается сообщений. В верхней части экрана открываем, видим текст сообщения. И внизу уже идут сами сообщения, то есть дотянуться до последнего очень удобно, до середины экрана. Все закладки также переместили вниз. Переработали галерею. Та же самая концепция. Закладки переместили вниз, остальные сверху также добавили какие-то горячие кнопки, видео, избранные места. Здесь можно по ним перемещаться, тоже довольно удобно. Выглядит приятно, работает довольно быстро. Еще из очевидного, немножечко к единому виду привели сами иконки. Они стали чуть больше, выглядят все одинаково. Например, в старой версии они немножечко отличались друг от друга. И имели разный дизайн, то есть концепция была не единая. В версии One UI концепция единая, все иконки стали одинаковые. Отдельное внимание стоит уделить шторке, которую значительно переработали. Сделали приятнее. Если ее опустить полностью, опять же, концепция эргономики One UI позволяет дотянуться до любой иконки. Добавили дополнительные настройки. Можно посмотреть, например, детский режим. И какие-то еще. Но для меня самое важное, это не детский режим, а то, что добавили точку доступа. Точка доступа, таким образом можно включать смартфон и раздавать интернет по Wi-Fi, не устанавливая никакие виджеты. Если раньше надо было лезть в настройки, например, в машине мне, чтобы мое головное устройство работало, там, навигация, интернет, не надо было здесь ставить виджет, который тоже работает, еле-еле, там, через раз включается, то сейчас Samsung встроили эту функцию. Можно вот таким вот образом сразу же в одно касание включить точку доступа. Это очень удобно. Наконец-то сделали, прислушались к пользователям. Большое спасибо. Переработали диспетчер приложений. Выглядит он теперь приятнее. В общем-то, ничего нового. Все это похоже на MIUI. Там и во многих смартфонах выглядит это именно вот таким вот образом. Тем не менее, Samsung повторили и не стали изобретать его сипед. И на самом деле, такой диспетчер приложений, он гораздо удобнее, чем были вот те вот нахлесты, которые в предыдущей версии. Также снизу здесь приложения, которые часто используются, вылезают. Можно зайти в диспетчер приложений и, допустим, не искать то приложение, куда вы заходили, запустить его из диспетчера. Теперь по настройкам. Добавили вот такой интересный ночной режим в одно касание. Он перекрашивает из светлых тонов в темные, в серые весь интерфейс. И шторку, там и настройки, и все остальное. Те же самые сообщения. Довольно неплохо выглядит, приятно, свежо. И должно теоретически меньше расходовать батарею, потому что у нас AMOLED-экран. И он, как мы знаем, темные цвета меньше тратит заряд энергии. Я, если честно, этого не заметил. К слову, о разряде батареи хочу сказать, что, на мой взгляд, ничего не поменялось. Но плюс-минус так же разряжается, что 8-й Android был, там Samsung Experience, что сейчас One UI. Плюс-минус так же разряжается. Кстати говоря, режим энергопотребления я также пробовал использовать. Никаким образом не помогает, но может чуть-чуть продлевает сроки службы. Но, по крайней мере, в моем сценарии я этого не заметил, что стало как-то лучше. Наверное, все-таки так же осталось. Так, отключим ночной режим. Теперь очень важная и интересная функция для меня – это функция блокировки главного экрана. То есть, вот таким вот образом можно заблокировать главный экран, и вы не сможете перемещать иконки. То есть, нет возможности куда-то ее переместить, удалить. Это очень круто, потому что у меня дети, там маленький ребенок, средний. Даже если они случайно возьмут в руки смартфон, каким-то образом смахнут иконку. Такое раньше часто бывало. Потом приложение это просто либо удалялось, либо удалялось с главного экрана. Сейчас дали возможность заблокировать главный экран. Действительно классная штука. Кстати говоря, блокирует, дублирует эта функция тот же самый новый ланчер. Раньше для того, чтобы заблокировать экран, там заблокировать иконки, я пользовался новый ланчером. Сейчас этого делать не нужно, потому что это важная функция, добавленная в стоке в Samsung. По поводу навигационной панели. Полностью ее переработали. Если раньше она выглядела вот таким вот образом, была точка снизу, можно было ее скрыть, нажав на эту точку, либо зафиксировать, то сейчас убрали вообще возможность убрать панель. Убрали эту точку, сделали просто жесты. Например, можно поставить жесты, появляются такие три закладочки и проводя внизу по, допустим, по одной из закладки, вы попадаете вот в диспетчер приложений, предположим. И то же самое касается кнопки назад, кнопки домой, все это можно управлять жестами, но я попользовался буквально там час-два этими жестами, мне показались они не очень удобны. Хотя, возможно, надо к ним привыкнуть. Я все-таки оставил стандартные кнопки, потому что мне площади экрана хватает, мне скрывать эту панель надобности нет. Вот так вот довольно красиво переработали настройки, выглядят они прилично, приятно. Упорядочили все, переупорядочили, добавили дополнительные функции. То есть, кажется наоборот, что как-то урезали настройки, хотя на самом деле, если покопаться, настройки остались те же самые, а какие-то даже и добавились. Ну вот, например, дополнительные функции. Есть двойной профиль приложений, то есть, здесь можно использовать тот же WhatsApp, Skype, Telegram. Можно двойной профиль использовать, тоже, наверное, удобно, хотя я этим не пользуюсь. Сильно улучшили специальные возможности для людей с ограничением слуха и зрения. Здесь вообще можно покопаться, что только не включишь, там средства улучшения видимости, там мерцает. Вспышка. Ну, много всего сделали на самом деле, я тоже этим не пользуюсь. Тем не менее, все это для людей с ограничением слуха и зрения сделали, позаботились. Сильно переработали закладку параметры разработчика. Здесь какие-то настройки добавили, что-то, может быть, убрали. Из очевидного, что я заметил, это, допустим, убрали кодекс Samsung HD. Не знаю зачем, но тем не менее, его теперь нет. Что касается, в принципе, обновления One UI от Samsung. Вот я, как пользователь постоянной Galaxy, хочу сказать, что это обновление действительно мне очень понравилось. Оно зашло гораздо больше, чем предыдущее обновление, там на Samsung Experience, на Android 8, когда еще восьмерку обновляли. Они сделали довольно эргономичный интерфейс, более лояльный к пользователю, переупорядочили все, каким-то образом переработали графическую часть, то есть она стала довольно приятная, более, скажем так, ванильная, понятная. Они действительно сделали неплохо, несмотря на то, что переупорядочили и как-то нативно понятнее сделали настройки, они функционал сохранили. То есть они не то, что его сохранили, они даже добавили какие-то дополнительные функции, которые раньше очень не хватало. Там та же самая точка доступа в шторке, там блокировка главного экрана. Ну, для меня эти функции действительно очень важны, и Samsung их добавили. Можно еще пару слов сказать по поводу кнопки Bixby. Если раньше она отключалась, например, с помощью утилиты, приложения, то эта утилита, она в девятом Android не работает. И теоретически можно было в параметрах разработчика каким-то образом вот отключить эту кнопку. Сейчас вот найдем. Вот фоновая проверка. Здесь подключать все, что касается Bixby. Bixby Assistant, Bixby Wake Up. Я все это вырубил, но тем не менее, почему-то, так сейчас, вот Bixby Assistant, кнопка все равно работает. То есть нельзя каким-то образом найти настройки, ее так вот нативно отключить. Возможно, есть какое-то решение, буду рад, если напишите, потому что я вот сходу не нашел, как вырубить эту кнопку. Если честно, Bixby вот что с восьмым, с восьмой галактикой не пользовался, что с девятой, действительно костыли какие-то придумали. То есть вот какие-то классные вещи делают Samsung, а какие-то, ну вот просто вот с этой Bixby прицепились. Ну отстаньте вы уже, дайте кнопку переназначить. Штатными методами, нет, все равно пихают нам этот Bixby дурацкий. Скажу по поводу стабильности работы, про автономность сказал, что работает все довольно стабильно. Лагов я никаких не замечаю. Напомню, что у меня Samsung на процессоре Exynos, это не Snapdragon. И лагов я не вижу никаких, по крайней мере в тех приложениях, которые я использую, ни притормаживания, ни глюков, ни вылетания, ничего этого не было. То есть действительно прошивка стабильная, допиливать ее, на мой взгляд, ну может быть в чем-то и нужно, но я не заметил. То есть тех нюансов, в которых действительно нуждается какое-то быстрое обновление. Хотя с момента выхода 9-го Android прилетело еще одно обновление. Сначала было полное обновление на 9-й Android и спустя там 2 дня еще где-то на 120 МБ пришло обновление. Возможно какие-то баги уже дополнительно пофиксили после выпуска. Ну очень радует, что Samsung быстро реагирует, все это фиксит, убирает. После этого обновления сделал вывод, что не буду, наверное, изменять традициям. Следующий смартфон для себя выберу тот же Galaxy S10, скорее всего, либо Note 9. Ну в зависимости от того, что презентуют нам Samsung в феврале по поводу 10-й галактики. И в общем-то буду дальше пользоваться, потому что действительно улучшают эргономику. И с точки зрения рабочей лошадки повседневного использования Galaxy S9 очень радует. И небольшая ложка дегтя в сторону Samsung, не по поводу программного обеспечения. Хотел бы показать, что у меня все-таки выгорела часть экрана. Вот здесь вот, наверное, видно полоску. Сейчас попробую показать. Ну вот она, эта полоска. Верхняя или нижняя часть выгорела, не могу понять. Здесь чуть темнее, сверху чуть светлее. И на светлом фоне все-таки видно, что экран немножечко выгорел. Это касается именно 9-й галактики, потому что 8-я у меня таким не страдает. Почему-то S9 мой немножечко выгорел. И все-таки Samsung делают какие-то вещи классно, но при этом все-таки минусы. Ну, минусы они, конечно, объективно есть. То же самое выгорание экрана. Хоть я к нему и привык, хоть я этого и не замечаю, мне в принципе все равно. Но как-то вот неприятно. Когда покупаешь телефон, там он 70 тысяч рублей на старте стоит. Там десятка, наверное, еще дороже будет. И экраны вот спустя, не знаю, 8-9 месяцев начинают вот так вот выгорать. Но как-то Samsung, конечно, могли бы доработать. Все-таки что-то с этим сделать. А так, в целом, мне все нравится. То есть, пользуемся галактикой дальше. Будем смотреть, что нам представит Samsung в феврале. Всем спасибо за просмотр.